здесь у меня баллоны на которые я люблю пилить болгаркой у всех бомбить жутко от того почему я это делаю это же все не по технике безопасности мне честно признаться на технику безопасности я всегда руководствую здравым смыслом и мой здравый смысл у меня подсказывает что если пилить на полностью закрученный баллон с кислородом или углекислотой не случится можно по нему даже я не знаю там взять короче здравствуйте друзья сегодня несмотря на этот веселый бурный смех мы пришли обсудить достаточно важный момент момент связан с несчастными случаями на производстве и мы вместе с моими друзьями решили собраться просмотреть ряд роликов на youtube и на базе курьезных случаев рассмотреть как бы решение сад могли предотвратить эти несчастные ситуации давайте приступим к первому видео в принципе техника передвижения было замечательно прекрасно чтобы евгений как ты думаешь чтобы мы могли с этим сделать очевидно перегруз контейнера да и мы могли бы изначально загружая грузовик в евэм в нашем складе который на базе хана мы могли бы порции вот этого вот груза сделать поменьше зная насколько неаккуратно у нас погрузка так переходим ко второму видео еще неизбежно все-таки он это сделал мужик а не остановился красавчик собственно такие случаи действительно не редки и мы с ними боремся нашей компонентой айоти которая постоянно мониторит транспорт до заказчика знает в каком он положении едет он что у него открыто закрыто сейчас бы было бы очень удачно если бы мы удаленно знали что у него открыт кузов могли сообщить водителям да и одновременно мы знаем о том что он движется достаточно большой скорости и по сути мы могли бы не только сказать водитель о том чтоб он остановился ну и в целом если что-то случилось с водителем остановить по-настоящему да или хотя бы автоматически закрыть кузов далее или хотя бы закрыть кузов если это возможно конечно вы выровнять не надо чуть-чуть я бы начал чуть чуть дальше еще с того момента как это кольцо грузили на месте система должна предположить заранее что потребуется манипулятор а не просто бортовая газель и выдать автомобиль с манипулятором который смог бы разгрузить требуемый груз то есть по сути используя систему сап можно было бы заранее распланировать на эту доставку ту машину которая готова доставить этот груз в безопасности целостной сохранности и разгрузить его именно так либо сообщить о том что на на объекте разгрузить груз будет невозможно потому что условия и оборудование на объекте не позволяет здравствуйте вот блин долгожданная машина у Шамаича вот он ездит в душе тут коробку забыл в спорт переключить стоп 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 ну кстати и даже в такой ситуации все равно есть вещи которые можно было бы сделать нашими технологиями а теперь про архитектуру нашего решения переходим к рассмотрению нашего решения сверху оно базируется на уже давно заклинавшим себя решение компании сайпи по охране труда и хс в настоящий момент все это базируется на замечательной платформе которая позволяет в реальном масштабе времени обрабатывать данные плюс вы вместе с ханой получаете технологии машинного обучения которые позволяют вам анализировать данные с имеющихся у вас видеокамер а также технологии айти которые позволяют вам собирать данные из датчиков и анализировать их в реальном масштабе времени естественно для того чтобы все это работало нужна высокопроизводительная вычислительная платформа во всем этом дорогие друзья я вижу один единственный минус будет меньше веселых видео на ютюбе спасибо за внимание берегите себя и своих сотрудников спасибо за просмотр!